Ну, начнем с того, что я вас всех поздравляю, что у нас сегодня юбилейное 700-е заседание. Вы представляете, сколько это было сил, чтобы собрать 700 заседаний? Это, конечно, большая заслуга, в первую очередь, Александра Петровича Левича. Потом, ну, всего коллектива, который работал в лаборатории Лебедева, большая заслуга, что он поддержал этот институт. И сейчас у нас, по сути, сборник, уникальная коллекция. Пусть она неравнозначна, есть и слабые работы, и непонятные работы, но где-то большая коллекция докладов, она собрана. Но руки не доходят, чтобы все действительно разложить по полочкам, обозначить, где у нас еще надо белые окна закрыть. Тем не менее, это есть, и с этим уже можно работать на нашем сайте. Это останется, даже если, не дай бог, семинар распадется. И за это еще раз хочу сказать спасибо большое Александру Петровичу Левичу, который этот институт 35 лет назад создал и все эти годы вел. По этому пути, к сложнейшему, когда все говорили, что там проблема времени, она такая скользкая, что тут в науке особо быть не может, что там говорить не о чем. А на самом деле люди книги пишут. Тихо, да? А он что-то особо возбуждает. Люди книги пишут, потом общество во всех странах практически. И Левич-то один из первых был у нас в России, кто это понял и поднял это как тематику. А многие страны там 15 лет, 10 лет, ну 20 лет назад тоже присоединились. У них сейчас общество по проблеме изучения времени. То есть все поняли, что проблема есть, что надо понимать, и в первую очередь надо с временем разобраться. Ну, слава богу, это и у нас, а все физики понимали дореволюционные. У Вернадского, если возьмете, у него там очень хорошо, 1933 года, по-моему, статья, но там столько про время написано, что я ее не представлял. И там вся библиография дана, все вот эти, начиная с средних веков, ну, по сути, от этой полемики Ньютона с Ленинцем. Все фамилии людей, которые участвовали вот в создании проблемы теории времени, там перечислены у Вернадского. Многие из них никому неизвестны, но они лежат на полочке и ждут своего времени, когда их идеи будут востребованы. Ну, дай бог, дай бог, когда поймем, что такое время, ну, может быть, и свою лепту в теорию развития, по крайней мере, внесем. Ну, вот, я на эту тематику пригласил математика на такой наш юбилейный доклад. Мы вначале сейчас просто с ним побеседуем, узнаем, почему он раньше к нам не приходил, а писал такие книги, вот для меня это загадка. Вот смотрите, у него же уже много книг, одна по времени, там, где вот он вел, ну, хорошо, вот по тематике, по крайней мере, близко, где аксиоматика какая-то введена, а здесь вообще в лоб. Я же с ним не знаком, я просто познакомился с его книгой. Физические теории времени, ну, и понял, когда открыл, да, спин. Спин вообще мало кто понимает. И даже в Максловской теории как-то все пытаются без спина работать, что удивительно. Для тока записывают, хотя это вихревая структура, что это ρ на четырехскорость. Совершенно неправильный подход. Тем не менее, все это проглатывают, как с этим живем. Вот он спин добавляет к токам. Ну, хорошо, сейчас послушаем, как. Так, теперь по дальнейшим докладам, чтобы вас сориентировать. В следующий раз у нас будет тоже очень уважаемый автор, профессор, автор книг. Это будет 22-го заседания. А потом, по-моему, 5-го, это 24-го, 29-го у нас будет Смирнов. Так, вести заседание будет Каганов Александр Владимирович. Его сейчас нет. Но мы с ним договоримся, он будет вести. И он рецензию написал и комментировать, и так далее. Следующий семинар у нас предполагался 5-го ноября. Но доклад мы этот сняли по решению рецензента. Фамилию называть не буду. Но вы же знаете, мы теперь доклады начали рецензировать. То есть, не то, что доклад плохой, доклад как раз хороший, но не все устраивает рецензенты в нем. Будем разбираться. Может быть, что-то останется, и потом сделаем этот доклад уже в новой редакции, переделав его под интересы нашего семинара. Поэтому, скорее всего, 5-го ноября, если не будет каких-то новых сильных предложений, у нас будет, так сказать, отдых праздничный. Не будет доклада. Тем более, я на это время уезжаю, меня не будет, там, в лабораторию поеду. Некая команда собирается. Люди озабочены тем, чтобы проверить нарушение принципа эквивалентности. Вполне серьезные физики. У них там есть идеи, как и когда это нарушается, когда это нет, там, в ладонце, на вероятность и так далее. А тема давнишняя. Сейчас они пытаются вывести часы, это Европейское космическое агентство, на орбиту в 2020 году. А, соответственно, более высокая точность будет измерения и Редшифта, и всех сопутствующих феноменов, связанных с растяжением времени гравитационным. Поэтому там, вот сейчас просто контуры новых экспериментов будут обсуждаться. Но и мне надо быть там. Поэтому не будет. Вернусь после 8-го. И у нас уже будут два доклада. Я пригласил Толтового. Помните, он нам делал по протяженному электрону? Он, опять, сейчас будет не свои мысли рассказывать, а по литературе, чтобы мы где-то понимали, что в литературе лежит, по проблематике вот того замедления времени, опережения петли времени, машины времени. Их там очень много, оказывается, я ничего не знал, поскольку никогда не думал, что за этим что-то может стоять серьезное. Ну, давайте послушаем. Может, там и ничего нет, но знать это, по крайней мере, нам надо, если мы хотим этим заниматься. И он все по полочкам разложит, нам это расскажет. Ну, вот так. Такая перспектива на ближайшее время. А теперь вот у меня к докладчику. Юрат Рашидович Мусин. Очень приятно. Ну, во-первых, спасибо, что пришли. Расскажите про себя. Вы в МАИ работаете, да? Да, я работаю в МАИ, доцент. Я все лет 30 работал на кафедре физики, а последние лет 8 работаю на... У него, наверное, это не говорят. Нет, можно и погромче, почему. Я заканчивал Московский университет, МИХМАТ. Диссертация у меня посвящена как раз тем, чем я долго очень занимался, откуда я к времени-то пришел. У меня диссертация называлась «Классические квантовые проблемы движения протяженных пробных тел». То есть движение частиц со спином туда тоже входило. Ну, и вот постепенно у нас группа такая сложилась. Мы занимались и численным, и аналитическим моделированием. И в конце концов меня стало удивлять, почему у нас такие хорошие результаты. Потому что вроде бы чисто математические трюки какие-то идут. Ну, и вот меня это вывело к проблеме времени. Ну, вот я это хочу сегодня рассказать, как, что у меня, какие есть мысли на эту тему. Слушайте, ну, это, наверное, не кафедра общей физики. Такие книги может только теоретик написать. У вас кто был научный руководитель? Ну, покойный Михаил Федорович Широков. Я еще с Ибгатулиновым, наверное, Рахимовичем контактировал. Ну, ради Игоря Храбко, может, кто. Потому что я, вообще-то, первоначально был специалистом по общей теории относительности. Мой профиль 010402. Ну, и вот терфизика, терфизика, конечно. То есть я на ней защищался. Ну, вот я и вижу, правильно. Поэтому я сразу не знаю, я с ней близко. Непонятно. Ну, хорошо, значит, мы, а у нас же не все терфизики здесь. Мы от вас попросим в начале введения такое подробное, ну, некий, вот ваш предмет, ну, полчаса, чтобы вы нас ввели, рассказали, разложили, как на кафедре общей физики. А вот потом, как на кафедре теорфизики, уже действительно результаты, которые мы, ну, будем критиковать. Готовьтесь, если там кому-то не понравится, каждый имеет право потом сказать все, что думает. Вот, все, спасибо, ждем от вас. Я вам передаю. Так, меня слышно, да? Ну, что ж, вот что я, собственно говоря, хочу донести до вашего сведения, каким мыслям я пришел. Может быть, они, так сказать, вам покажутся странными, но, тем не менее, они такие. Я считаю, что макроскопическое время, в котором мы живем, оно очень похоже на температуру. Мысль – это не новая, и многие отмечали, что время, в общем, похоже на температуру. Вот эту мысль я сейчас попытаюсь чуть-чуть попозже объяснить. А время, на мой взгляд, имеет фундаментальную природу, и оно происходит из микроскопического времени, то есть оно берет свое начало в микромире, а то, что мы наблюдаем, это есть некоторый эффект наподобие статистического усреднения. Ну, а теперь оказалось, что… Почему я так еще и думаю? Потому что оказалось, что вот это время… Обычно ведь считают, что есть внешнее время, а внутреннее время, собственное время, наводится внешнему, индуцируется на мировой линии. А у меня все наоборот. Я считаю, что поскольку я обнаружил внутреннюю структуру в этом времени, которая связана с микрочастицами, то на этом пути оказалось, что спин – это на самом деле просто атрибут времени. Вот что такое спин? Ну, люди давно этим делом занимались, пытались объяснить классические модели спины и так далее. Сейчас я про это немножко расскажу. Но, конечно, здесь у меня изложение достаточно математическое, поэтому я не надеюсь, что я смогу за данное мне время обучить вас соответствующей математике, потому что она не очень простая. И история, так сказать, развития, она, по крайней мере, уже лет 30 развивается, эта математика, а может быть и поболее. Поэтому вот что я буду рассказывать? Я буду рассказывать, что такое суперсимметрия, может быть, кто-то не знает этого. И расскажу, как она обыгрывается в суперматематике, то есть раздел математики, который возник в связи с попыткой обслужить суперсимметрию, вот он так называется. И некоторое ответвление, которым я занимался, это так называемая псевдоклассическая механика. Она как раз была создана для того, чтобы описывать спин. Ну и модели. Модели суперсимметричный электрон, который оказался очень удачной моделью, то есть результаты, которые мы получили, и которые, так сказать, получила большая группа авторов, они вообще впечатляют, потому что то, из-за чего там ломались копии, там всякие уравнения по Петру, всякие данные, там пираньи и так далее, которые накладывались, то есть они, оказывается, получаются автоматически в этом формализме. Ну и вот, собственно говоря, моя деятельность дальнейшая, которая мне уже, можно сказать, принадлежит, это композитные модели лептонов и кварков. Я смог обобщить вот эти первоначальные модели, Дивекча Рандала, Рамфа, обобщить на лептонной кварке. То есть на самом деле мне удалось построить модели фундаментальных частиц. Классические причем модели, они понимают, в чем дело, они не квантовые. Я объясню сейчас, в каком смысле. Ну и вот, что касается темы вашего семинара, это как связана структура собственного времени и спины. Ну вот, давайте начнем потихонечку двигаться. Сколько у нас времени? Ну и напомню, что такое суперсимметрия. Значит, основная физическая симметрия, с которой все согласны, это симметрия, связанная с группой Панкары. Это трансляции и вращение. Вот генераторы соответствующей скобки написаны. Это генератор трансляции, генератор вращения. Они описывают специальную теорию относительности, вся на них, собственно говоря, и сидит. Но известно, что попытка обобщить, расширить эту группу, в свое время была доказана так называемая теорема ноу-гоу, о том, что нельзя нетривиальным образом увеличить эту группу, чтобы объединить вот эту Панкаре с группами внутренних симметрий. А ведь все направление развития физики шло потому, что увеличивались группы для того, чтобы расширить теории, общие теории, надо группу расширять. Оказалось, что это можно обойти, если ввести дополнительный вот такой трюк, ввести еще дополнительные генераторы, которые называются генераторами суперсимметрии. Они что делают? Они, в частности, переводят фермионы в бозоны. Оказывается, что между фермионами и бозонами нет непроходимой грани. Ну, суперсимметрия, она, вот я ее сокращенно так называю, вообще принято СУЗИ, и она послужила основой для мощного прорыва в теории струн. В общем, про суперсимметрию рассказывать, это целая своя песня. Кто знает, тот поймет, кто не знает. Ну, вот я намекаю, что... Кстати, одна из основных задач, которая сейчас стоит перед БАКом, большим андронным коллайдером, это поймать, найти, доказать или опровергнуть наличие суперсимметрии. Дело в том, что она предполагается, но она так до сих пор не обнаружена. Ее нету. Она должна быть нарушена, но на фундаментальном уровне ее нету. Тем не менее, значит, что у нас? Ну, народ поскакал дальше. То есть, вот обобщение на гравитацию, супергравитацию, суперструну, М-теория и вот эти все направления, которые идет, попытка построить общую теорию взаимодействия, она вся, так сказать, опирается на суперсимметрию. Без нее она не получается просто-напросто. Но суперсимметрия обнаружена в физических задачах. Например, электрон в магнитном поле уровня Ландау. Там есть суперсимметрия, как вот эта модель. Она просто присутствует. Она не реализована на фундаментальном уровне, но она есть. Есть и другие случаи, когда в физических задачах, которые давно известны, обнаруживают, что они имеют суперсимметричную структуру. Поэтому, значит, попытка найти наиболее естественную арену, на которой действовала бы такая расширенная группа суперпуанкаре, привела к тому, что пространство Минковского, вот оно, его надо обобщить. То есть ввести суперпространство Минковского. Довольно-таки хитрая конструкция. Здесь к обычным координатам, который включает и временную, добавляются еще четыре ферменных координата. То есть суперменковский, это восьмимерное пространство, причем у него часть координат не является, так сказать, обычными числами. Ну и вот это все закладывается вот в эти теории, которые считают, что они сейчас, так сказать, правда, в последнее время скепсис появился, но считают, что они основное направление развития физики. Для того, чтобы обслужить эту теорию, возникла наука, которая называется суперматематика. Такое полужаргонное название, но тем не менее оно прижилось. Это математика над алгеброй Грассмана. Ну, кто алгебру Грассмана, может быть, знает из курса общей, из курса матанализа. Вот, например, внешнее умножение дифференциальных форм, то есть теории интегрирования, все прочее, там это широко используется. Это, так сказать, довольно-таки старая конструкция. Так вот, что сделать? Если взять эти алгебры Грассмана, n количество образующих, то можно построить, оказывается, над такой алгеброй анализ математический, что, вообще говоря, удивительно, потому что они ни в каком смысле не меняются. Сделал это в основном Березин. Он что смог сделать? Он смог ввести понятие интеграла. Вот это, то, что здесь написано, это так называемый интеграл по Березину. Ну, он похож на интеграл, не собственный интеграл, там от минус до плюс бесконечности, что-то аналогичное. Ну, что удивительно, значит, да, и теперь эту алгебру, которая тут имеется, можно построить числа. Числа вообще замысловато построены. Там, кроме обычных чисел, еще включаются в себя вот такие комбинации, которые являются и четными, и нечетными. И, так сказать, у каждого числа тут есть свое тело, свой дух есть, это терминология общепринятая. Ну, короче, математики тут произвелись достаточно много. Можно сделать вот эти вот функции, которые тут обсуждаются, их можно сделать зависимыми от координат. Вот если взять коэффициенты, которые входят в разложение, вот эти коэффициенты, антисимметричные, если их сделать зависимыми от координат, то у нас получаются функции, которые можно использовать для уже расчетов. расчетов. И вот оказалось, что можно построить над такой математикой, можно построить классическую механику. Вот смотрите, наверху, обычное, вот внизу, это обычное уравнение Лагранжа. Над фермионными координатами, в которых стоят нечетные переменные, можно построить точно такие же уравнения. Тут есть старинная проблема. Дело в том, что когда вы начинаете квантовать систему, то вы начинаете с классической механики. Но таким образом можно получить только систему, которая бозонным получаются. Фермионы не получаются на этом пути, потому что у них нету, как считалось, у них нет классического аналога. А вот если осуществлять обратную процедуру, то есть, сейчас, секундочку, если осуществлять обратную процедуру, квантовую механику, взять постоянную планку, стремить к нулю. Оказывается, возникает вот эта псевдоклассическая механика. Ну, кто, может быть, понимает уравнение Дирака, то гамма-матрица Дирака как раз переходит в образующие алгебры Грассмана. Поэтому вот возникла такая забавная вещь, как псевдоклассическая механика. И теперь еще такая не очень затертая мысль. Что такое механика? На механику можно смотреть как на теорию поля, заданную над одномерным пространством, которым называется время. Тогда что мы получаем? Координаты, которые заданы одновременно, это и есть полевые функции. Вот этот вот прием позволяет перетаскивать в механику полевые лагранджианы. Ну, и в частности, простейшее суперпространство, которое можно построить, если отпираться от времени одномерного, это так называемое плоское супервремя. это сделано было где-то в районе 1980-го года. Группа авторов, так сказать, развивала эту тематику. Фактически, это что означает? Вот у нас есть время какое-то, а мы еще предполагаем, что у нас есть расширение его, есть к нему дополненное еще поперек, поперек как бы в каком-то смысле. Дело в том, что вот это вот время, оно ведь тоже не совсем обычное число, это просто четные компоненты элементы Грассмана, алгебры Грассмана, а вот это вот нечетные компоненты. И на таком супервремени можно ввести метрику. Причем ясно, что тут квадрат ввести нельзя метрить, как обычно, потому что квадрат будет равен нулю в силу Грассмана. Там нерпотентность возникает. И вот есть преобразование, которое есть движение в этом пространстве супервремени. Если ввести теперь скалярную функцию, то есть отображение от супервремени вещественные числа, то они будут включать в себя два слагаемых. Первое слагаемое это обычные координаты, а вот это так называемые спиновые координаты. Ну и можно ввести соответствующий генератор вот этого преобразования, которое было только что написано вот здесь. Вот оно. Вот генератор этого суперпреобразования, он обозначается здесь Q. И видите, он образует опять то, что называется суперсимметричную алгебру. Можно ввести понятие ковариантной производной. Она расширяется за счет вот этой вот нечетной переменной. Ну вот здесь только немножко ошибочка написана. Это не 67-й, это 76-й год. Модель Дивеки Рамделла. Они предложили вот такой простенький лаграджиан, который, так сказать, если здесь выполнить Грассмановое интегрирование по Березину, оно сводится вот к такой конструкции. Здесь есть обычная кинетическая часть и спиновая часть. И вот оказалось, что если уравнение, они легко обобщаются на электромагнитное поле, на гравитационное поле, пожалуйста, уравнение Барбана, Мишеля, Телеги получаются автоматически здесь. Они зашиты сразу получаются. Уравнение по Петру о том, как будут двигаться частицы со спином в гравитационном поле тоже получается. Причем обратите внимание, что мы можем рассматривать частицы и с массой равной нулю, потому что такая возможность здесь тоже есть. Ну и вот с этой моделью мы игрались достаточно долго. То есть что мы делали? В силу нельпатентности здесь можно получать точное решение, что обычно нельзя сделать. И, например, мы нашли задачу о решении задачи о рассеянии электронов в кулоновском поле. точное решение задачи о рассеянии электронов со спином в кулоновском поле. Можно проверить, оно удовлетворяет уравнением, значит, это точное решение. И в частности удалось получить сечение рассеяния МОТа. МОТа – это сечение рассеяния частицы со спином. Как известно, Резерфорд в свое время был страшно доволен, когда он вывел формулу рассеяния в классической механике, а потом грянула квантовая механик, оказалось, что формула МОТа, формула Резерфорда получается опять той же самой. У нас получается такой же результат. Формула МОТа получается и на нашем уровне тоже. Дальше мы еще моделировали, занимались всякими вещами, связанными с численным решением. Мы моделировали движение электрона в поле черных дырых, в Шварцильде делали, в Керри, фотон гоняли. Дело в том, что фотон не будет двигаться по геодезической. Почему? А потому что у него есть спин, а раз у него есть спин, то соответствующее уравнение, которое можно получить, будет показывать, что он будет смещаться из этой плоскости. Соответствующий эффект тоже был предсказан. Он, конечно, малый, потому что он должен иметь эффект порядка квадрата постоянной планки, значит, он, конечно, пока что не может быть наблюдаем. Но, тем не менее, мы его исследовали, и такие вещи были опубликованы. Мы это докладывались на конференциях. Это все, что мы сделали. Ну, а вот теперь мои результаты. Это все, что я докладывал, это все известные, общеизвестные вещи, которые были сделаны предшественниками. На нашей части только вот мы играли с моделью, получали, применяли ее к конкретным задачам. Значит, я пытался решить задачу о двух электронах. Дело в том, что я с удивлением в свое время обнаружил, что в специальной теории относительности нету задачки точной решения двух электронов. Единственное, что я смог найти, это в теории прямого взаимодействия, там есть решение. Невозможно найти решение. Вот. Но когда я это осознал, так сказать, я вот попытался что сделать? А вот можно ли как-нибудь модель, который описывает электрон, как-нибудь ее обобщить? Первое, что приходит в голову, это взять комбинацию вот таких вот вот таких вот действий. А вот эту матрицу, композиционную матрицу, ее можно выбрать по-разному. Самое интересное будет, если вы ее выберете вот в таком виде, то есть, что вы потребуете, смысл вот этой формулы, он состоит в том, что образовавшаяся композиция будет выглядеть снаружи, число степеней свободы не увеличивается, поэтому она будет снаружи выглядеть как точечная частица, такая же, но состоящая из композиции. Значит, при этом, что получилось? При этом получилось, что наша модель, модель, которую я, так сказать, развивал, она получилась, из нее получилась формула борода. Формула борода, она была, и говорит, Данечка, будешь, потому что я совсем пересохнула. Прошу прощения, не забудь дыхание с первым. Спасибо. Вот, вы обратили внимание, он преподаватель, поэтому он так легко и непринужденно рассказывает, так что даже там, где ты ничего не знаешь, это вроде создается впечатление, что все понятно. То есть он привык работать со студентами. И вот всегда можно отличить, когда преподаватель делает доклад, или когда просто вот он, хороший человек или ресорчер. Ну вот. Значит, итак, что я хочу сказать о успехе этой модели. Значит, удалось получить формулу Барута, которая, эмпирическая формула Барута, которая описывает соотношения между массами лептонов. Вот она имеет примерно такой же вид, только вот эти коэффициенты, так сказать, у меня они получились выведены. Ну, я сейчас, наверное, перейду чуть-чуть к другому. Вот, смотрите, здесь показаны расчетные значения и экспериментальные значения, которые следуют из эксперимента, оценки соответствующей. Дело в том, что кроме вот эту модель плоского времени, ее можно применять к любой частице, у которой спина одна-вторая. Кварки тоже являются такими же. И поэтому можно построить псевдоклассические модели кварка, что я и сделал. После этого я смог улучшить формулу Барута, потому что я сейчас расскажу, какой смысл. Там, Барута чисто эмпирическая формула, причем я так вот хоть смотрел его работу, я так и не понял, как он все-таки догадался такой хитрой формулы. Четвертой степени там у нее стоят. Но тем не менее, значит, результаты очень неплохо согласуются. Вот посмотрите. Ну, кстати, вот тут еще одна ошибочка. Видите, этот верхний кварк, он два раза попал сюда. Это я табличку копировал. Теперь вот что получается? Я, в частности, предсказываю, какая масса будет нейтрина. Как известно, сейчас доказали, что у нейтрина есть масса, но какая масса никто не знает. Экспериментальные ограничения на массу настолько чахлые, вон они внизу, видите, какие, что пока что произвол большой есть. Я просто говорю, что вот эту мою модель можно проверить, потому что я предсказываю, а какие будут массы нейтрина. Нейтрина тоже являются лептонами, поэтому для них это все тоже годится. Теперь вот Извините, а вы протон собрали по массам? Протон собрали по массам, чтобы вот Протон не является электроном. Он не является, конечно. И не является элементарным объектом. Он сложен из сварков. Вот я говорю, собрали вы из своих электронов. Не получилось, да? Нет, я и не собирался этого делать, потому что, на мой взгляд, это бессмысленно. Я объясню, почему сейчас. Итак, дело вот в чем, что широкая публика мало знает, но у физиков небольшой есть такой ступор. Он связан с тем, что в связи с ростом экспериментов, качества экспериментов, научились делать в большом количестве мионы. Мионные фабрики есть. И многие эксперименты, которые делаются на электронах, можно повторить на мионах. Мион тяжелее, это тяжелый электрон. Поэтому результаты на нем, например, вы делаете опыты просеяния электрона на протоне, и потом делаете опыты просеяния миона на протоне. Результаты можно посчитать, можно померить, и результат должен у вас, у миона, быть в 50 раз лучше. Он действительно в 50 раз лучше. Но криминал заключается в том, что он вылезает на 4, там, в 4 раза больше доверительного интервала, и продолжение экспериментов показывает, что то значение, которое для протона забито в справочнике, от него, в частности, постоянно Риттберга зависит, оно получается какое-то сомнительное. На мионах оно получается более точно измеренным, но другим. Я предсказываю, что если эти эксперименты будут повторяться на таонах, сверхтяжелых электронах, результаты еще будут другими. Ну, а вот теперь почему, что я тут сказать, как я это дело понимаю? Сейчас, секундочку, я попробую, может быть, здесь есть. Чуть подробнее рассказали, народ сейчас не врезался. То есть, многие даже не понимают, какая-то великая проблема, что когда протонный радиус на электроне померили, а потом с помощью МИОНа и потом все удивились и развели руками. У нас много докладов на эту тему было. Если вы действительно это умеете объяснять численно, то я удивлен, почему вы не объясняете на Леновском проспекте. Вот это вопрос отчисленный, я могу только предложить, что надо мерить. Значит, речь идет вот о чем, что попытка решить эту задачу, там разные варианты, говорят, неправильно считаем, стандартной теории неправильно, какие-то приводятся новые теории гравитации, еще что-то. В общем, решений много предлагается, но ни одно из них не вообще признано. А вот в моей модели композитных частиц этот результат очевиден. Почему? Сейчас я постараюсь это объяснить. Что такое композитная частица? Это несколько частиц. Например, что такое МИОН? Это две частицы, две копии электрона. И они находятся на одной мировой линии. Как так? Вот так. Значит, ТОН это три частицы. Спрашивается, как быть с электрическим зарядом? А для кварков, я то же самое сделал для кварков, как цвет кварка, ароматы там все эти, как они могут быть у этих частиц. обычно считают, что частица обладает какими-то свойствами. И, например, ее мировая линия, если частица летит из прошлого в будущее, ее мировая линия направлена в будущее. А если это античастица, то она движется из будущего в прошлое. Я довольно-таки много занимался в общей теории относительности механикой расчеты. Я понял, что частицы здесь не очень удобны. Надо все расчеты ввести на языке мировых линий. Я утверждаю, что мировая линия более фундаментальный объект, чем частица. То есть на одной мировой линии могут жить несколько частиц. В чем это проявляется? А как они там умещаются, сейчас я буду попозже расскажу. В чем это проявляется? Это проявляется в том, что с точки зрения вот, например, вот этого эффекта по тому, что сейчас, секундочку, назад. Вот загадка про радиусы протона. Дело в том, что из моей модели следует, что частицы, например, мионы, между ними при движении по мировой линии есть некоторый временной лаг. То есть там некоторое, некоторое, некоторое время, которое можно посчитать из эксперимента. Но просто это никто, это надо брать физико-экспериментатор, чтобы он этим заинтересовался и посчитал. Потому что один параметр у меня влетает из формулы Барута, а второй параметр, он, так сказать, я его не знаю откуда получить, его надо, так сказать, из эксперимента как-то вытаскивать. И поэтому как объясняется загадка протона? А дело вот в чем происходит. Когда мион, начиная взаимодействовать с протоном, то сначала с ним взаимодействует первый электрон. Он возбуждает эту систему, а второй электрон работает с возбужденной системой, поэтому результаты получаются уже другими. Поэтому я считаю, что правильное значение для протона то, которое указано на электроне. А то, которое получается здесь и которое получится на Таоне, я тоже уверен, что на Таоне будет другое значение. Оно неправильное. Оно потому, что считается в предположении, что мион это просто точечный тяжелый электрон. Вот это я считаю, что это не так. Ну, у меня по времени надо двигаться. Ну, большие тоже хорошо. Я взял, обобщил модель композитной частицы, обобщил на не просто плоское время, а на расширенное супервремя. Дело в том, что точно так же, как в обычном супергравитации, в суперсимметрии, в войс расширенной суперсимметрии, когда количество генераторов увеличивается, я тоже могу брать не одну, не одну эту переменную. Вот, одно время. А вот сколько хочешь. Н штук. Тогда у меня метрика вот такая будет, она автоматически получается из той, которая есть. Преобразования, которые сохраняют метрику, обычные трансляции по времени, вот это вот суперпреобразования, те, которые были. А зато возникают еще новые преобразования, это вращение вокруг этого бозонного времени. Алгебра суперсимметрии имеется. Ну, и можно посмотреть, что же будет выглядеть, решения какие будут. Ну, решения здесь достаточно, это вот для свободной частицы, они, так сказать, тривиальны, это опечаточка здесь, обычный момент импульса, вот спин, и, так сказать, у вас получается модель частицы, которая имеет спин N пополам. То есть, сколько вы добавили, столько у вас будет значение. Дальше я попробую поиграть с компактификацией времени. Если его замкнуть в кольцо, вот это измерение, измерение, то можно убедиться, что в силу Грассмановости тут же спин пропадает. То есть, получается, что спин, тот, который остался, он отвечает только не замкнутым измерениям, а даже те частицы, которые не имеют спина, они на самом деле имеют Грассманову переменную, но она замкнута. Поэтому вот такая возникает картинка. А теперь я стал смотреть, как бы все это дело представить себе, потому что хотелось бы это увидеть, но увидеть надо понимать, что это очень сложно, потому что Грассманово число это не число, это объекты, которые на плоскости изобразить нельзя. но тем не менее можно что сделать? Можно взять, попробовать порисовать их по норме. Сейчас, секундочку. Пропадает соответствующий компонент спины. Да, именно спина пропадает. там получается, что спин состоит из слагаемых, и то слагаемое, по которому вы замыкаете, оно вылетает автоматически. Так вот, я в свое время пытался, почему в свое время заглохла эта модель как это, как класс? Потому что никто не знает, как интерпретировать нечетные Грассманово-переменные. Четные мы умеем, они фактически после процедуры, ну я такую процедуру тоже предложил, опубликовал, это вариант процедуры Березина, там матрица плотности вводится, которая позволяет вот что делать, она позволяет четные переменные Грассманово-перепретировать как числа. То есть, говоря совсем простым языком, вы можете смотреть на четные переменные как на числа. Именно так мы делали в этих, в численных моделированиях. А вот нечетные переменные, они при этом просто вылетают, они становятся нулем. Спин, поскольку он там является четным, его можно проинтерпретировать. Но тем не менее, можно что сделать? Можно попытаться изобразить, а как действуют вот эти суперпреобразования? Суперпреобразования. Вот здесь для плоского времени для плоского времени оказывается, что существуют области. Вот здесь показан результат. Трансляция и суперповорот. Трансляция и суперповорот. Есть три области. Находясь в этих областях, частица не чувствует другую частицу. Поэтому всего существует три и только три области. Они, конечно, условно здесь это парабола получается, но это парабола по норме. Существует только три области, в которые могут быть заполнены. Отсюда следует, что, например, три поколения, которые мы наблюдаем, могут быть только у спинорных частиц. Это действительно так. И больше четвертого поколения быть не может, потому что ему просто неоткуда взяться. Нету его. И вот эти три частица, допустим, они могут сидеть в этих областях и не взаимодействовать. А характеристики мировой линии такие, что, допустим, красная мировая линия, она отвечает там красному кварку. Или, допустим, у вас есть мировая линия, на которой живут две частицы. Я думаю, что на самом деле эти частицы это образ виртуальных частиц. Надо же не забывать, что мы работаем с псевдоклассической моделью, а не с квантовой моделью. Но, видимо, псевдоклассическая механика ухватывает и виртуальные частицы. Поэтому, может быть, можно интерпретировать этот результат таким образом, что у миона есть еще одна виртуальная частица, которая с ним связана. Они живут на одной мировой линии. Ну, конечно, как всякая интерпретация, она... Ну, это что означает? Вот три стрелы времени. Три стрелы времени, которые возможны. Вот здесь показано, как скорость имеется. Это скорость движения по времени по одному направлению, по другому направлению. А вот расширенное супервремя. Это, значит, какая-то одна из осей. Вот в расширенном супервремени тут еще есть вот такое вот... Это те, которые... операторы, которые были вращении вокруг этого времени. И они уничтожают нетранзитивность плоского времени. Теперь все у нас транзитивно, и поэтому никаких областей больше нету. Поэтому ни у фотона... Фотон мы тоже моделировали. Ни у него тоже нет никаких частиц, так сказать, ну, поколений. И у следующих нет. Интересный вопрос, который, так сказать, хотелось бы исследовать. Известно, что если частицы имеют спин 5 вторых или больше с 5 вторых, там возникают акаузальные аномалии. Моя гипотеза, я которую никак не могу подтвердить, просто ощущение такое, что это связано с потоками в пятимерном времени, вот в этом, что там какие-то свойства нарушаются, из-за этого можно понять, почему частицы со спином 5 вторых приходят к акаузальным аномалиям, то есть нарушением причинности. Это тоже довольно-таки интересно, но пока никак не доказано. Так, теперь я хотел бы вторую тему задронуть, которая, значит, что из этого следует? Из этого следует, что время, собственное время микрочастиц имеет структуру, и оно, видимо, более фундаментально, чем то время, в котором мы живем. Значит, а как же возникает наше время? Как оно связано с собственным временем? Обычно собственное время индуцируется снаружи пространством, в котором вы живете, так сказать, это вот Минковский или что-нибудь в этом духе. Но температура и время очень похожи. Вот что я, так сказать, считаю у них похожим? Ну, например, их можно измерить только косвенно. Только косвенно можно измерить. Нет прибора, который меряет температуру. они всегда меряют либо длину, либо электрическое сопротивление. Точно так же нет прибора, который меряет время. Нет такого прибора. Часы меряют не время. Оно пропорционально, видимо, времени, но это не время. Точно так же, как показания термометра пропорциональной температуре, но это не температура. И еще один факт, который всем физикам хорошо известен, это если вы возьмете, например, интегралы по траекториям и в квантовой механике, в квантовой физике, в квантовой теории поля сделаете Виковский поворот, то ваши базовые интегралы, вот эти, они переходят в интегралы стат физики. Это эвклидовая квантовая теория поля. То есть ученые считают, что это какая-то связь есть, но какая-то никто не знает. Поэтому я тоже считаю, что здесь что-то есть. И вот теперь, ну, и вот, например, иногда даже вот такое реальное, радикальное заявление температура является эквивалентом циклического мнимого времени. Ну, это вот цитата, прямая из квантовой теории поля в двух словах. Помните, там такая фраза есть. Теперь вот стрелы времени. У нас фактически существует только два указания на то, что время куда-то движется. Это термодинамическая стрела, второе начало. И почему я еще считаю, что время имеет фундаментальную на микро уровне? А вот нарушение цепоинвариантности. Дело в том, что фундаментальная цепоинвариантность теорема, которая говорит, что она доказана, и если она кажется неверной, то рухнет там вообще жутко представить, какой кусок с квантовой теорией, она доказывает, что если вы замените зарядовое запряжение, сделаете, измените направление вращения спина и так далее, то у вас и временно тогда у вас все движения сохранятся. Так вот, экспериментально обнаружено, что цепоинвариантность нарушается. Это уже известно не одно десятилетие. Вот недавно показали, что и у Бомезона тоже. Значит, на этом уровне время есть. В микроуровне оно есть. Там какие-то процессы, которые отвечают за это время. Ну, и теперь простенькая модель. Берем модель классического газа, релятивистского, и смотрим, как будет связано время координатное и температура, которые получаются. Температура будет связана со скоростью, со средним квадратом скорости. Но, обратите внимание, лоренцовское соотношение имеет ту же природу. Поэтому можно убедиться, что дифференциал координатного времени, дифференциал собственного времени, это среднее значение от него, и температура, они участвуют на равных. То есть, поэтому я считаю, что время оно является таким же эмерджентным явлением, вот то время, которое, то есть, оно возникает из микровремени, по которому мы пока не можем ничего сказать, что это такое, но оно возникает по принципу такому же, как температура. Точно так же, как нет температуры, допустим, у отдельных атомов, а возникает только, когда статистика начинается, точно так же возникает наше время. Ну, как всегда, ясно, что у меня какие-то предшественники были, я обнаружил, что очень похожие мысли развивал Милл, он тоже говорил про время. И вообще, не очень понятно, когда говорят, там, 13,6 миллиарда лет назад возникла Вселенная, по каким часам? Я в свое время, когда был еще аспирантом, занимался такой проблемой, я взял все колебательные системы и гонял их по времени к сингулярности. Я обнаружил, что они все логарифмически расходятся. Не существует таких часов, которые могли бы показать это время. Поэтому, с точки зрения измерения, это было не 13,6 миллиардов лет назад, а это было в бесконечности давно. Поэтому, вот, обращение с временем, как с тем, что у нас хорошо знакомо нам, оно приводит нас к заблуждению. Итак, выводы. что же вывод какой я могу сказать? Я хочу сказать, что спин – это атрибут времени, это количество незамкнутых измерений в собственном времени элементарных частиц, вот не элементарных, а фундаментальных частиц, то есть кварков и лептонов. Ну, а время координатное, в котором мы живем, это эффект, связанный с осреднением. Ну, вот, если в целом, то это все. Ну, хорошо, то есть, вы запомнили вот основная эта мысль, что время, так же, как и температура, не вводится вот для одного, пусть даже макрообъекта, нужна статистика, система какая-то, для того, чтобы для нее ввести понятие времени, так же, как и температура. И очень близко. А вы смотрели, вот, как термодинамическое время вводят другие там авторы, там, Миллс, ну, заграничные авторы? Ведь там очень много по термодинамическому времени работ, идей и так далее. Мне больше всего нравится вот такое определение не времени, а температуры. Что такое температура? Вот, возьмем две термодинамические системы, ведем их в соприкосновение через стенку, которая не дает возможности совершать работу. Ну, где термическая стенка. И смотрим за параметрами, смотрим за параметрами этих систем. Вот мы на них смотрим, смотрим, какие параметры. Допустим, объем, размеры, там еще что-то, давление, может еще что-то. Смотрим и видим, что ничего не меняется. Тогда мы говорим, о, у них есть это что-то общее. Это общее называется температурой. Вот это термодинамическое определение, что такое температура, оно совершенно не говорит о том, что такое температура, но хотелось бы иметь такое же определение времени. Мы не знаем, что такое время, но вот ввести его, допустим, две системы как-то находятся в контакте, и вот что-то с ними ничего не происходит, это даже то, что у них общее будет время. Вот мне кажется, что такая идея может быть. Но она пока что-то, конечно, завиральная. Сколько у нас вопросов? Давайте я вначале посчитаю. Раз, два, три, а здесь четыре, здесь пять, шесть, семь, семь, ага, восемь. У вас будет вопрос? Нет? Владимир, будет у тебя вопрос? А так, ну хорошо, давайте тогда начнем с дамы. У меня тоже вопрос будет. Так. Да, Сергеевская, Галина Николаевна, я преподаватель философии. Мне очень понравились ваши нетривиальные идеи, но у меня очень простой вопрос. Вот вы сказали о сходстве времени с температурой, ну и пояснили очень внятно, а все-таки о различии времени с температурой. Обозначьте, пожалуйста, и дайте все-таки, если можете, свое определение времени, а не температур. Различия вы видите? Да нет, ну конечно, температура – это не время. Просто возникновение времени таким же образом, как возникает температура, она возникает статистически. Вот основная мысль. Но ведь не только температура возникает таким механиком, поэтому я не утверждаю, что время – это температура. Я утверждаю, что они очень похожи. А? Ну разница между температурой и временем… Утожили до чего? Да, трудно сказать, что вы хотите от меня услышать. Ну температура, например, она не является, так сказать, величиной, которую нельзя опротеть, например. Это тоже очевидно. То есть время мы не можем гонять туда-сюда, а температуру можем. Вот. Но ведь… Ну а вопрос такой, а что, все статистические величины должны быть одинаковы, что ли? Я не понимаю. Ну вот есть какие-то величины, вы их осредняете, получаете средние значения. Ну что, и они из-за этого должны быть одинаковыми, что ли? Идеализация. Идеализация? Ну хорошо. А что такое давление? Давление чем отличается от температуры? Оно тоже возникает статистически. У вас молекулы стучат по стенке. А средняя сила взаимодействия дает вам давление. Но вы же не спрашиваете давление, чем отличается от времени? Я спрашиваю, вы не говорите о давлении, все-таки мне кажется, что если мы не будем подавлять время, чем у липа, то это должно быть какое-то глубинное основание, должно быть что-то. И не с этим. Потому как хорошее сравнение с температурой, а не с давлением. Вот смотрите. Как это подтекстно. Смотрите, видите, вот здесь стоит дифференциал времени координатного. Это дифференциал собственного времени. А это температура. И они влияют одинаково. Они стоят здесь оба. Вот в этом. Да, но квадрат, то есть это точное решение просто для идеального газа, помещенного в температуру идеального газа, как определяется, точно так же, поскольку они все движутся, как связано время отдельной частицы с временем координатным. А тогда самый последний вопрос я покажу с вами. Концепции. А, ну, концептируясь. Когда вы это сделаете, к чему вас привезли? Как вы сами мыслили. Во что может вылиться такой подход, когда мы, когда вы все-таки подавляете и выясняете, как вы это делаете, зачем вы делаете, чем вы делаете. Ну, как температура. Фикция. Нету у нее величины. Она вытекает из осреднения. Интересная конструкция здесь не пишет, да? Нет, ну все. Сейчас беседу мы не будем. Вот так, да. Круглый Алексей Львович, не из Иран. Значит, ну, то, чем вы занимаетесь, довольно, как говорится, хорошо коррелирует с моими исследованиями. Я тоже сторонник статистической теории времени. Но при этом у меня, соответственно, вопрос вот по докладу, который я внимательно слушал. То есть вот в выводах сказано, что время эмержентное явление, аналог температуры, и, соответственно, оно имеет смысл только для больших коллективов, когда возможно усреднение, как и температура для одной молекулы не определяется. Но при этом в процессе доклада, в частности, ссылаясь на нарушение ЦП-симметрии, вы говорили о том, что время является глубинным атрибутом как раз отдельной частицы. И в этом смысле, ну, то есть на первый взгляд это выглядит неким противоречием, противоположным. Поэтому как раз вот хотелось бы, чтобы вы пояснили, каким образом вот эти две концепции, что время является атрибутом отдельной частицы и на самом деле есть только определяется только для коллективов, как это может уживаться в одной модели. Спасибо. Вот давайте посмотрим на сейчас это действие у нас. Вот посмотрите, пожалуйста, на дифференциал времени, супервремени. у него, кстати, обратите внимание, время имеет направление здесь. То есть замена, если вы сделаете, замените Т на минус Т, то у вас разрушится теория. Время имеет направление на микроуровне, вот на этом. поэтому никакого противоречия я в этом здесь не вижу. То есть есть время, которое определено на микроуровне, сигналом об этом является ЦПТ-теорема, есть структура, которую мы не наблюдаем, вот, а в большом. Значит, видимо, фундаментальным объектом является то время, которое на микроуровне. Вот моя точка зрения. Эмержентное. Оно возникает, оно, ведь температура, так сказать, возникает из микро, возникает. Ну, а на уровне, я называю то и другое время, потому что я не знаю, как их назвать. Если предложите термин для микровремени, ну, можно назвать его микровремя. Это собственное супервремя. Вот что это такое. Из собственного супервремени возникает обычное время по процедуре усреднения. Я бы так сказал. Предложи ему название, там элемент теории графов и так далее. Фенагиев Владимир Васильевич, лаборатория детерминативных исследований. У меня два вопроса. Первый. Вот вы сказали, аммион, это два электрона. Они вроде должны отталкиваться, там есть что-то их обедняющее. Ну да, и вот возникает вопрос. Так вот, они, они не могут находиться в одной точке в силу принципа Паули, и поэтому они разнесены по мировой линии, и между ними есть временный лаг, который является свободным параметром этой теории. тогда что такое время? Что здесь тогда время? Ведь время это число. Время, значит, ситуация такая, у нас существуют мировые линии, мировые линии, они являются фундаментальными объектами, а количество частей из которых... Это же геометрия, это же не физика, это линия, это же все-таки не физика, мировая линия. А что же это? Это геометрия. Некоторые считают, что геометрия – это физика. Дело в том, что если вы собираетесь, например, исследовать какие-нибудь эффекты в общей теории относительно, самый удобный способ работать на языке мировых линий. Это из-за непонимания того, как устроена реальность на двух катаписах. Там это очень эффектно. То есть вы-то можете многие вещи посчитать, если не будете все время думать о частицах, а будете думать о мировых линиях. Мировые линии более фундаментальны, чем частицы. Вот моя точка зрения. Но это просто математическое описание, а физика-то где? Нет. Второй вопрос еще уже. Частицы, как вы воспринимаете частицы? Это что-то от ЧПЛИ и есть? Я не знаю, вы докладываете. Существует ли частица вне мировой линии? Я не знаю, существует ли мировая линия, поэтому... Нет, я вас... А. Ну тогда вот я вам говорю, что частицы без мировых линий нет. А значит, мировая линия является фундаментальной. А частица на ней, оказывается, может быть, не одна. Вот это вот... Для мировой линии вам нужно прошлое, будущее, настоящее, иметь сразу... Да. А в общей теории относительности, оно существует все время. Значит, это интеллектуальный объект какой-то. Ну а как вы можете получить настоящее прошлое? Я не понимаю. Как вы можете получить настоящее прошлое? Дело в том, что в общей теории относительности прошлое, настоящее и будущее это фикции. Они все существуют одновременно. Но в реальности это не так, вы знаете. А вы знаете, как происходит в реальности? Конечно. Я не знаю. Я знаю, как это происходит в теории. А в реальности... Наверное, вы же различаете прошлое. В реальности никто не бегал из будущего в прошлое. Но вы-то отличаете прошлое от будущего в реальности? Так я утверждаю, что нет. Есть же люди, которые говорят, что вообще никакого времени совсем и нету. Вот, видите, Равелли, например, его тепловое время. Он вообще отрицает существование времени очень убедительно. Нет, но вы-то отличаете прошлое от будущее. Я утверждаю, что существуют мировые линии, которые существуют и в прошлом, и в будущем. Это противоречит нашим убеждениям, потому что отсюда получается, что мы фаталисты, и все наши действия, они все предопределены. Но я еще раз говорю, мы рассуждаем на языке классики, а вот квантовая механика должна внести туда какие-то... Последний вопрос. А вот можно последнюю страницу? Да. Мировых линий? Да. Кого это классики? Кто? Минковский. А, ну Минковский, да, но это старый классик. Еще один вопрос. Можно последнюю страницу у вас вот там вывод координатного времени у вас был? Так. Да, вот скажите, если бы вам было известно собственное время, вот это Тау, что бы получилось вот ДТ, что бы показывало вам? Еще не понял вопроса. Ну вот если вам было известно вот это Тау, Тау вот там собственное время частица, и подставить формулу последнюю, что вы получили в качестве дифференциала Т? Это дифференциал координатного времени. Ну а к часам это будет иметь отношение? Которые будут мере часы, помещенные в координатных... Ясно, спасибо, понял. Андрей Смирнов. Хочется задать вопрос как бы в принципе по теории, но немного о стороне. Эта теория основана на суперсимметриях, и вообще говоря, эксперименты на БАКе в последнее время, все, что собственно показывают, это отсутствие суперсимметрии. Ну, в том диапазоне, который исследован. Да, но была куча теорий, которые говорят, суперсимметричные теории, которые говорят, что вот-вот тут всякое разное должно быть различные предсказания, и сейчас вообще говоря, у всех суперсимметричных теорий, насколько я знаю, большие проблемы. То есть как вообще вы относитесь к суперсимметриям, к развитию суперсимметрии? Я думаю, что ее нету на том уровне, на котором его ищут. Ну, это всякий там сплит, сузи, вот еще... Но она уже обнаружена в классических задачах. Уровень Ландау, пожалуйста. В классических задачах можно какие угодно симметрии обнаружить. Нет, извините. Это вы рассуждаете как-то странно. В симметрии возникают специфики задачи. Если вы приведете еще, я знаю еще три там примера, а если вы еще четвертый приведете, я буду очень благодарен. Ну, не знаю, подобрать какую-нибудь... Подберите, подберите, и вы будете классиком же. Хорошо. В общем случае, под любую симметрию, наверное, подобрать нельзя. Но, ну, хорошо, есть какая-то симметрия, какая-то классическая, но это же не значит, что она есть на квантовом уровне. То есть... Она оказалась экспериментально подтвержденной. Она дала формулу Борута. Она объясняет, почему возникают поколения. Она объясняет, почему нет четвертого поколения. И вопрос в том, существует эта симметрия или не существует. Вы знаете о суперсимметричной квантовой механике Виттона? Об этом я не слышал. Ну, извините, это классика. Это Виттон, который придумал, как эту суперсимметрию использовать в классической квантовой механике. Там очень интересные задачи, которые решаются. Я понял. Виттона слышал, Виттона читал. Эдварда, да. Да. Ну, хотя, на самом деле, я все знаю достаточно поверхностно. Глубоко не залезал. Но читал, да. Ну, хорошо, в принципе, понял. То есть, проблемы есть у суперсимметрии. Вы там как-то что-то смотрите. Будет ли она открыта на уровне бака? Мне кажется, что было бы печально, если бы она была открыта. Там скокотища начнется в физике. Ну, на эту тему есть много разных целей. Поэтому я надеюсь, они ее не обнаружили. Вот у нас есть на семинаре сегодня уважаемый руководитель другого дружественного семинара. Александр Сергеевич, у вас есть какой-нибудь вопрос или нет задать? А, послушайте. А, ну все. Вот мне тоже жалко время. Я свои доклады здесь не делаю, на своем семинаре. Я к нему хожу. Вот в пятницу всех приглашаю. Кто хочет меня послушать. К нему на семинар. Это зоологический музей. Там уже спокойно. А время без 15.6 у нас, да? Зоологический. Какой там адрес? Дом 6? Ну, ну да. МГУ. Как-то у вас все интересные места вы выбираете. Биология, зоология. Ой, да я уж не помню там. Да ладно. Ну, в общем, это все пойдет о давлении Пуанкаре, на самом деле. Ведь теория относительности, она выскочила как байпродакт, приложение к теории электрона, за который боролись Лорен, Сабрахам, Пуанкаре, который и создал, в общем-то, теорию относительности, как мне кажется. Ну вот, все началось с теории электрона. Он вел внутреннее давление Пуанкаре, которое вообще никто не понял. Так, оказывается, вот оно появляется в последовательной теории протяженных частиц, которые мы обсуждаем. Да, протяженный электрон, да. И вот этот задар 4-третий и так далее. Ну, я здесь не рассказывал, у меня аспирант рассказывал, но там я полностью расскажу, как все это получается, и как вот наше видение. Это по публикациям уже в хороших же... Можно я еще добавлю? Может быть, поскольку вопросы задают несколько странные, вы все поняли, что это точечные частицы? Да, конечно, у вас здесь мировая линия, точки и все такое. Да, то есть это точечные частицы. Утверждается, что нет каких протяженных, нет. У вас плотностей нет здесь, по крайней мере, в этой теории. Вот я пока перехожу от данного крыла к другому, мой вопрос будет, иначе я потом не успею задать, и вопрос интернета тоже. вначале, вот мой вопрос. Значит, у вас допускается мнимая компонента у времени? Ну, или комплексные времена? Нет. Нет, только все вещественное, несмотря на то, что их много. Нет, там стоят мнимые единицы, но это для того, чтобы у вас был сопряженный. Хорошо, ладно, ради бога, годится это. Теперь вот смотрите, вот у вас вторая формула здесь, V2, на самом деле же идет кинетическая энергия, не релятивистская. Да? А формула релятивистская. Поэтому надо все-таки вот эту вторую температуру. Это формула из ламдау просто. Да, я понимаю, но она для нерелятивистских энергий. V2 здесь, она на C2 здесь не делится. Сюда надо кинетическую энергию релятивистскую ставить и переписывать это время, она будет более изящная, кстати. Да, кстати. Когда вы релятивистскую энергию ставите вместо такое. Теперь смотрите, у нас сейчас человек со смотрит по интернету, ну вот пришел вопрос одного из наших постоянных участников. У вас сейчас нет, Сергей Кузнецов? У него три вопроса подряд, я их сразу все прочту, а потом вы попробуете на них, либо да, либо нет, быстро ответить. Ну нет, так нет. Первое. Он спрашивает, решается ли проблема в районной симметрии у вас? Второе. Возможно ли заменить числа Граспана гиперкомплексными? Нет, нет. Нет, да? Нет, нет. Ну да, это вот у нас суперблиц идет. Да, идет по два раза. А вот брюнная симметрия? Нет. Нет, нет, все. И третий вопрос суперблица. Появятся ли у вас темперальные флуктуации? Нет. Как можно представить? Три нет. Ну все, вы проходите следующий круг. Так, пожалуйста, у вас вопрос. У меня вопрос. Вот формула в рамочке, как она соотносится с парадоксом близнецов Эйнштейна? Великолепно соотносится. Она его содержит. Она его содержит, как всякая специальная теория относительности. Ну это... Нет, ну хорошо, вы спросили, он ответил, а потом комментарий я вам дам. А я поясняющий вопрос. До Эйнштейна представление о парадоксе близнецов древние знали время как лучший врач. Ну это пояснение, это не вопрос. Это пояснение к тому, что между этими двумя утверждениями возникло понятие о средней температуре по больнице. Ну хороший анекдот, а что? Это анекдот такой есть. Про что вы говорите, я не понимаю. Но всякий анекдот или любой миф, он содержит некоторую загадку, которая подается именно в такой форме. И вот загадку эту человечество разгадывает с древнейших времён. Вот какова здесь ситуация с этой загадкой в вашей трактовке? Я её оставлю. Эту загадку будущим поколению. Так, давайте я сверху тогда начну. И потом спущусь сюда. Володь, будет вопрос? Нет? Ну давай, только быстро приходи, ты уж очень далеко садишься. Владимир Арестович, Литвин Центр, Жан. Ну это семинар по темпорологии. Я вот хотел спросить, вы труды вот этого семинара не смотрели? Конструкции времени вести слознание? Кое-что смотрел, да. И там вот, ну в частности, есть и обсуждение статистического времени. Да, я её увидел, там есть такие близкие мне по духу статьи есть, я видел их. Так что, ну это уже там подробность. Так, ну теперь наверх. Здесь будет вопрос? Нет? Кассандр Владимирович, Институт гравитации и космологии, РУДН. У меня два... Ну два вопроса, я же... Две руки поднимал. Он две поднимал. Значит, первый вопрос по массам. Вот ваша таблица, да, вот можно её открыть как там? Да, можно. Ну да. Ну просто, так сказать, это что за таблица? Это по формуле Барута? Значит, расчётные значения электрона, миона и таона, поскольку... Это по Баруту или нет? Это по формуле Барута, да. По формуле Барута. А нижние формулы, это мои формулы, которые я модифицировал Барута. По нейтрино. По нейтрино тоже. Нет, вот это вот по нейтрино тоже будет давать Барут модифицированный. Сейчас, я не понимаю, какие нижние формулы ваши? Вот по кваркам, по кваркам... А, по кваркам. По кваркам, там у Барута очень большие расхождения, а у меня гораздо меньше, потому что из моей идеологии, если у вас есть кварки, он все кварки пытается в одну построить ступеньку, а если у вас кварки имеют заряд 1 треть, то они живут на одной линии, они в одном семействе, а две трети другие. Поэтому там формула Барута распадается на 2. И вот эти коэффициенты, которые я тут подсчитал, это для моей формулы. Нет, ну вы же говорили, что уже... Я тоже работу опубликовал, она есть. Минуточку, но вы говорили, что и МИОН у вас уже не соответствует, так сказать, вот Баруту должен... Нет, 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 МИОН, МИОН, это формула Барута один в один. Нет, так у вас-то там МИОН-то совсем по-другому трактуется? Да, но я объясняю, откуда берется формула Барута. Она у меня выводится. У меня частицы объединяются так, что получается одна частица. И отсюда следует вот это соотношение между массами, которое у Барута никак не выскладывается. Это феноменологическое. Значит, это процедура от отдельного. Надо смотреть, как вы получаете, да, формулу Барута. Вот, я имею в виду, что сама структура, так сказать, если у вас, вы МИОН считаете в отличие от Барута, так сказать, что это, так сказать, два электрона на одной мировой линии, да, то у вас и формула должна другая быть, если у Барута правильно, значит, у вас должно быть. Смысл в том, что там коэффициент, который стоит в эмпирической формуле Барута, у меня в теории есть два свободных параметра. Один я из той формулы, которая Барута есть, я из нее получаю, потому что она у меня структурная имеется. А второй коэффициент – это временный лаг между частицами точечными на мировой линии. Понятно. Ну, хорошо, тогда как раз второй вопрос по мировой линии, да. Вот у вас, значит, максимум там частиц, это как кварки, это три частицы, да, у вас максимум там на одной мировой линии живут, или как? На одной линии могут быть, да, три кварка, поэтому можно, например, там сказать, что какой-то апкварк там это… Что такое? Ну, можно, например, набрать дауны там из апкварков в количестве трех, понимаете? То есть комбинации, там есть можно комбинации построить, то есть кварки, получается, тоже имеют структуру. Вот те кварки, они могут быть построены из простейшего кварка. Вот там есть соответствующая масса для кварков, вон, видите, она внизу указана. Так, значит, у вас все-таки фундаментальные такие предчастицы, это электрон и какой-то, так сказать, один кварк. Фундаментальные частицы – лептоны, кварки и фотон. Сейчас, 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 вы говорите, шимионы – это уже, так сказать, два электрона, да? Кварк какой-то там… Основные кварки – это композитные, которые можно построить из одного. Так я спрашиваю, в основе этого кирпичики какие блоки у вас? Один кварк и один электрон? Да. Один кварк и один электрон, и одна безмассовая частица. Дело в том, что если у вас масса равна нулю, то никаких, конечно, формул тут получить не получится, но описать движение безмассовой частицы я могу. Это я понял, это я понял. У меня вопрос сейчас по массовым частицам, по массовым частицам все-таки. Как же у вас получается, из чего процедура, хотя бы в двух словах, вот вывода формулы Борута, так сказать, или вывода массовой формулы, короче говоря? Массовой формулы. Как вы получаете, что у вас лежит в основе? Решение какое-то? Да, конечно, конечно. Дело в том, что вот этот вот, сейчас, секундочку. Вот можно построить суперзаряд. Ну и что? Ну да. И он удовлетворяет условию. При квантовании это условие переходит в уравнение Дирака. И в нем стоит масса. Вот оно и так связано с массой. Сейчас, сейчас. Ну, конкретные-то массы как? Отношения масс, как вы получаете? Численные? Значит, в этой теории масса является свободным параметром. Вы ничего ниоткуда из нее не знаете. Но когда вы хотите сравниться к экспериментам, вы обнаруживаете, что формула, которую вы получили, эту формулу Борута, если вы в качестве массы возьмете массу электрона. Вот в чем дело. Я не понимаю. Как вы получаете массовую формулу или по-другому формулу Борута? Как вы получаете ее? Борут получил ее просто, так сказать, из каких-то эмористических событий. А у меня она выводится. Как выводится? Пока вы не сказали. Вы сказали, что… Я это не сказал, потому что это можно написать эти уравнения. Нет, ну это главное, потому что это ваш главный результат. Понимаете, вы его, так сказать, как бы… Ну, это технические вещи, это, так сказать, там импульс, умноженный на ПСИ, равняется… Импульс, умноженный на… У вас это опубликовано? Конечно, все это опубликовано и в книжке есть. Это все есть. Можно посмотреть. Причем здесь я не очень-то претендую на то, что это мое открытие, потому что вот с электроном, с которым мы возились, мы этим возились очень давно, и там что-то масса, там это масса электрона, это еще показали… Показал Борут, не Борут, как его, Равандал еще показал. Да массу электрона получить невозможно, это талонный параметр, можно получить только отношение массы. Значит, вы его берете в качестве талона… Я беру его из того, чтобы в уравнение Дирака входит масса электрона. Хорошо, да. Я говорю, вы выводите, вы отношение массы, а как вы их выводите, это осталось непонятным. Для этого надо посмотреть математику, она у меня есть, можно посмотреть. Ну, хорошо. Второй вопрос, так сказать. Вот вы ввели понятие мировой линии, на которой находятся там две или три частицы, да? Значит, вот вы знаете, так сказать, такую идею и теорию единой мировой линии Уиллера Фейнмана? Не знаю. Какой единой, как сказать еще раз? Уиллера Фейнмана теория единой мировой линии, а или одноэлектронная вселенная. Это что, электрон заворачивает, двигается назад? Ну, конечно, знают. Нет, нет, это не что значит. А что? Это значит, что на одной линии может находиться, вообще говоря, конечное или бесконечное количество тождественных частиц. Вот. Вот это я не знаю. У них утверждение было немножко другим. Они утверждали, что сечение мировой линии попадает у вас в частицы. Поэтому, если электрон бегает туда-сюда, то мировая линия рассекает, и вы видите множество частиц, античастиц. Ну, это похоже, но вот то, что вы говорите, это идея... А частица у них одна. Нет, правильно. Одна мировая линия, одна частица. Но вы ее воспринимаете как много частиц. Вот все эти вот электроны вы воспринимаете как разные, а на самом деле это один электрон в разных положениях на линии. Это такая красивая интерпретация, я с ней согласен. Да, да. Вот, поэтому вот так сказать... Существует только электрон, один протон и так далее. Так что ограничение вот того, что у вас три частицы, это с одной стороны как-то искусственно, но с другой стороны может быть очень интересно. Оно не искусственно. Оно возникает из наличия областей отсутствия взаимодействия. То есть там есть области, из которых нельзя послать сигнал в другую область, внутри времени, микровремени. Очень интересно, потому что как раз, так сказать, вот в релятивистском обобщении этих идей, так сказать, там вот эти вот все копии, частицы, они просто, так сказать, возникают для наблюдателя, значит, ну, макроскопического наблюдателя, который получает сигналы из разных мест на одной и той же мировой линии. То есть тоже как бы отсутствие взаимодействия области. Но я хочу спросить, а что значит отсутствие взаимодействия? Вот у вас, видите, у вас три поколения. Это не значит, что они не чувствуют друг друга. Они взаимодействуют? Это значит, что в композите объединены три частицы, три электрона. Электронами их надо звать тоже, наверное, условно, потому что у них, они в сумме дают массу, массу не электрона причем дают, а массу таона или там иона, если их два. А они не взаимодействуют друг с другом, потому что число степеней свободы не меняется. То есть эта конструкция не динамическая. Они между собой не взаимодействуют. Потому что они имеют структуру. Утверждается, что мион имеет структуру, а во всех расчетах этого нету. Из-за этого получаются неправильные расчеты. Ну вот эти составляющие, эти структуры, они что, вообще не взаимодействуют у вас? Нет. Не могут взаимодействовать. Ну а тогда чем определяется временной лаг ваш на… Они же определяют массу всех частиц. Нет, я говорю, чем определяется сам величина временного лага, если они не взаимодействуют? Это опять я говорю, в теории содержатся два свободных параметра – масса и временной лаг. Вот его массу я могу определить из формулы Барута или из Дирака, а это надо делать эксперимент. Подбирайте. Может быть, окажется, что сейчас это не мгновение, а какой-то временной промежуток. Ну понятно, вы подбираете, короче. Я не могу это подобрать, это эксперимент. Спасибо. Каганов Александр Владимирович, Институт системных исследований. У меня вопрос геометрический. Вы все время говорите о мировых линиях. И в то же время говорите, что время у вас двухмерное. Но если время двухмерное, то тогда должна быть не мировая линия, а мировая плоскость. И вообще должны появиться какие-то новые эффекты. Неправильно поняли. Утверждается, что механика – это теория поля над временем. А время может быть двумерное, трехмерное, четырех, пяти и так далее. Вот у меня модель плоского времени, она объясняет все лептоны. Лептоны и квадраты. Как чего я помнил, неверно. Можно, я могу строить модели и, допустим, суперчастиц. Нет, тут вы говорите мировая линия. А? Вы говорите мировая линия, но в такой... Мировая линия – это координаты, которые заданы на... Я знаю, что такое мировая линия, но если время двухмерное, то вместо мировой линии возникает мировая поверхность. Да нет. Двухмерная. Нет, нет, еще раз. Значит, может, я плохо объясню? Да нет, это факт, который не подлежит дискуссии, понимаете? Это не факт дискуссии. Это просто определение мировой линии. Понимание. Вот, возвращаюсь сюда. Вот видите, у вас есть супервремя. А что такое координаты? А координаты вот они. Они закопаны вот здесь. То есть вот это вот. Вот здесь вы намешиваете сверху ловенцевский индекс. Первый будет у вас время, а остальное будет пространство измерения. Сюда намешиваете индекс, и у вас получаются спиновые координаты. И отсюда у вас получается спин. Вы можете описать, не описать, чего равняется спин. Он вот, если вы там дальше посмотрите, вот он, видите, он выражается через эти левицы. Вот он выражается. Тогда в каком смысле это время? Если у вас точки трёхмерных координат от него не зависят, то в каком смысле... Трёхмерных координат записывают... От второй координат от него зависят или нет? Ну, конечно. Смотрите. Ну, так тогда у вас должна быть двухмерная поверхность. Изюминка-то где? Вот она. Это же кто придумал первое... Да нет, всё в порядке. Изюминка замечательная, да, но... То есть пространство измерения, то, что вы называете, и спиновые переменные входят вместе к суперкоординатам. Она описывает одновременно и то, и то. Так что у вас называется мировой линией? А? Что у вас называется мировой линией? Мировая линия называется вот эта вот Х0, которая зависит от Т. От этого Т. А Х0 одномерная? А? Х0 одномерная. То есть мировую линию вы привязываете только к первой координате времени? Мировая линия, мировая линия – это значение флевая функция. Понимаете, вот это воспринимается, надо воспринимать вот это вот. Значит, понимаете, в чем дело? Нет, я вам объясню, в чем дело, чего я к вам придрался-то. Дело в том, что само определение мировой линии таково, что этот объект имеет размерность, равную размерности времени. Это зависимость трёхмерной координаты от точки времени. Если точка времени двухмерна, значит, у вас получается двухмерная поверхность. Ну, как нет? Вы пытаетесь набежать двумерность, а это двумерность красного. Обратите внимание, видите, тут чёрточек стоит? Ну и что? Она означает, что ваше время расширенное, что вторая переменная является спиновой, графственной. Это не двумерное время в вашем понимании, это одномерное время. А в смысле красного оно двумерное, оно плоское. Потому что даже вот это время, которое здесь стоит, это на самом деле тоже графство. Так какие параметры зависят от второй координаты времени? От второй координаты? Да. Вот я спин говорю, что она описывает спин. Она описывает спин. То есть эта теория была придумана для того, чтобы построить классическую модель спина. То есть модель, которую во всех учебниках утверждается, что нельзя было построить. Её построили в районе 80-го года. Ну, то есть вы спинор, для того, чтобы перейти к спинору, у меня какое-то ощущение, что здесь путаница какая-то теоретическая, вы знаете. Ну, я не вижу путаницы. Может, у меня убедите? Какое-то противоречие с топологией получается. Ну, ладно. С какой топологией? Ну, вот в чём-то и дело. Что-то там вырождаю. Грусинский, Анатолий. У меня, значит, такое. Такое даже не вопрос, а... Значит, у вас одна частичка, это температура не имеет. Только тогда температура появляется, когда есть массовость. Нет, тогда у неё есть скорость, и этих частиц много. Когда много. То есть у вас появился процесс какой-то уже, когда стало много частиц, и появился процесс, который, кстати, усоединяет там всё это, да? Это заглобили. То есть, значит, получается, что время связано с процессом. То есть время родилось вместе с процессом. Тогда, когда появилась массовость. Ну, не массовость, а в любом случае, когда появилось движение. Появилось движение, да. То есть появился процесс. Процесс – это и есть движение. Ну, наверное, с философской. И не только с философской. И второе, значит, вот те формулы, которые там в самом конце были, они как раз и показывают, что время… Да, значит, во-первых, что температура, значит, получается как скорость процесса. Вот те последние… Это связано с квадратом. Да. Вот и получается, что время – это скорость процесса. Температура… Ну, правильно, да. Ну, все, больше у меня ничего, так сказать, да. Я только это не хотел. Я не беру себя за это. Так. Пожалуйста, возьмите. Насколько я правильно поняла ваш доклад, у времени, как у всякого живого, есть две составляющие. И эти составляющие у времени в совокупности, как у живого должно проявляться, или по отдельности они могут проявляться. Ну, живой я ничего сказать не могу, это не моя препартия. А то, что они участвуют вдвоем – это да. Участвуют – да. Я утверждаю, что даже частицы, у которых нету спина, они содержат это время, вот это нечетное, только оно у них замкнуто. Оно свернуто в кольцо. А вот вопрос. На сфере блока… Ольга Алексеевна. Так. Размерность спины на сфере блока двумерная. То есть у вас в общем случае местное время, оно трехмерное, двумерное или как-то связано… Местное время, оно всегда, оно, так сказать, то, что мы называем собственное время, оно всегда одномерное. Вот это вот переменное, вот оно. Собственное время одномерное. А это расширение его. В принципе, спина описывается, он двумерный там, там количество степеней свободы все равно две. Чтобы получить спин, тут сверху еще навешивается и лоренцовский индекс, я уже не стал усложнять, потому что вот внизу, видите, они навешаны внизу. Получается все равно количество степеней свободы три, получается. Ну, количество степеней свободы тут по-разному. Там, какой спин вы берете, там же разные спины. Ну, вот здесь вот введение, вот-вот переменные. Здесь, ну, меняется, это обычный лоренцовский индекс, от нуля до 5 до 3 меняется. Это, на самом деле, релятивистское выражение для спины. Ну, вот здесь где-то дальше будет, я могу показать. Ну, к сожалению, у меня формул-то много, я просто не стал их писать, так что иначе... То есть спин у вас... То есть спин можно записать через вот эти переменные ПСИ. Через него можно записать. И в общем случае он складывается, если у вас частица очень... Большую размерность времени. Ну, там, формально в суперсимметрии показано, что больше n, равное 8, не существует, там есть предел. Это в которой, в террой поле, там, суперсимметрия. У меня, значит, получается, что больше 3 это соответствующее. Там дальше начинаются аквазальные аномалии. То есть известно, что причинность нарушается с такими спинами. А это тоже указывает на то, что спин как-то связан со временем. Понимаете? Ну, классический спин двумерен, а у вас все-таки собственное время одномерное. Или из скольки оно мерное? Нет, оно одномерное, время одномерное. В этом смысле оно одномерное. Вот это оно... А в каком смысле оно многомерное? А двумерное оно в смысле Грассманного расширения. А. У вас... Понимаете, в чем дело? База, на которой вы живете, это не просто время, а еще что-то. Вот то время, к которому мы привыкли, собственное время. А к нему еще есть поперечные, грубо говоря, слагаемые. Можно сделать много направлений. И вот эти вот лишние направления, они обеспечивают спин. То есть изначально все было сделано для того, чтобы получить классический модель спина. А? Спин-то это двумерное просто. Ну, получить двумерное. Все получается классическим. Если вам нравится Грассманный, например, вы испытываете десинкразию, вы можете все проинтегрировать и получить число, и успокоиться. Их не будет. У вас получится классическое уравнение Купа Петра и все остальные, в которых никаких Грассманных переменных обратить внимание нет. Там числа стоят. Поэтому в этом смысле они немножко похожи на то, как были раньше комплексные числа при решении уравнения четвертой степени возникали, а потом исчезали. Все удивлялись. Они на самом деле есть. И точно так же Грассминные переменные они тоже сидят конфоновые во времени. И как получается, что усреднение многомерное и пространство получается одномерное? Статистически мы просто все усредняем, а вот оператором усреднения что у вас является? Ну, обычное сложение. Обычное сложение. Нет, ну, если вы хотите по Грассману, там есть работа, там специально матрицу плотности, там для нее уравнение Леуиле надо наложить, требование положить на определенности, и после этого вы получите, так сказать, выражение для матрицы плотности. Она позволяет из этих величин получать число. Ну, это достаточно математический лоск в основном. Физический смысл в том, что четные переменные можно превратить в числа, а нечетные никто не знает, что они исчезают. Комплексные числа. Нет, они просто исчезают. Никто не может сказать, что будет, как инопатировать одного переменного. Но они исчезают при сопряжении. Но они когда-то появляются, когда исчезают. Ну да, но вот их четные комбинации можно сопоставить обычным числом. А нечетные не удается с ними ничего сделать. Поэтому в этом смысле можно сказать, что вот эта вещь ненаблюдаемая. Псих отдельно. Вот эта отдельно. Она ненаблюдаемая. Потому что она нечетная. А вот если их взять в четной комбинации, то получится четная величина. В частности, получается спинг. Обычно. То есть я настаиваю на том, что спинг – это свойство времени. Вот мне в свое время это понравилось. Ну, хорошо. Мы тут не агностики. Мы спокойно относимся к ненаблюдаемым. Так что это… Ну, есть и есть. Он скрытые параметры. Да ради бога. Так. Вопросы еще остались? Нет, да? Ну, тогда я попрошу докладчика сесть. И у нас тогда межсобочек такой будет. Мы просто поговорим. Давайте поднимите руки, кто хотел бы выступить. Ну и что сказать. Раз. Два. Три. Двадцать минут у нас. Ну, хорошо. Давайте тогда где-то вот по пять минут, не больше. Я часы не переворачиваю, как это Левич сделал, но в голове они у меня есть. Так что призываю всех к дисциплине. Спасибо. И к умеренности выражений. Вы в прямом эфире. Финагеев Владимир Васильевич. Ну, доклад мне понравился, потому что это очень такая нетривиальная работа, очень сложная, математическая и красивая, на мой взгляд. Тем более, что я не математик, и поэтому мне очень нравится математическое решение. Но я хотел сказать следующее. Все-таки семинар темпорологический. И нужно начать с определения времени. Хоть с какого-то. И потом попытаться в ходе изложения это подтвердить. Ну, я понимаю, что трудно дать определение времени, но надо постараться. Если вы сосредоточитесь, вы сможете его дать. Потому что все-таки вы что-то имеете в виду, когда рассказываете. То есть вы предлагаете его еще раз пригласить с определением? Почему бы и нет? Да, значит, нужно постараться и определение какое-то будет дано. И вот потом подтвердить в ходе изложения или опровергнуть собственное определение времени. Потом, если вот это определение не дано, возникает, конечно, сразу масса проблем. Потому что, ну, что такое измерение времени? У вас пять, вы говорите, может быть, да? Пять измерений. А чем вы меряете там? Вот. Вы сказали, пять измерений времени возможно у вас, да? Ну, я слышал. Ну, или сколько угодно. Вы потом ответите уже на все вопросы. Если бы было какое-то определение времени, было бы понятно, что такое измерение времени у вас и чем вы там их меряете, эти измерения. Ну, вы от него, как я понимаю, хотите определение макроскопического времени дать. Вот такого. Ну, хоть какого-то. Система и так далее. Ну, пусть, собственно. Он же вводит много понятий временных, там, внутренние времена, они там зависят от каких-то внутренних параметров. Вы подставите все данные и получите показания от часов. Вы часы же используете, наверное, да? Какие-то? Нет. Давайте получите. Для удаленного, вот, как мне кажется, я не то, что оппонирую, я просто участвую вот в вашем. Вы правильно навалились на него, что вот надо. Но для удаленного наблюдателя формула дана от дифференциала времени. Пожалуйста, координатного времени. Не, а можно проверить формулу как-то? Вот, вот. Вот это правильный вопрос абсолютно. Математиков много. Да. Что экспериментатору-то делать с этими определениями? Правильно? Давайте вот дальше вы можете найти его. Нет, ну, в общем, собственно, все, что я хотел сказать. Вообще доклад-то, ну, блистательный с некоторой точки зрения, но вот с темпрологической надо бы дать вот это, что я сказал. Большой... Да. Если бы не сказать, потому что измерение измеряется точно так же. Ну, часами же. Ну, часами берете, измеряете. Ну. Да я знаю, что они не мерят. Часы – это, так сказать, это равномерный процесс, которым вы меряете другой процесс. Да. И получаете результат в качестве интеллектуального вывода. А то время, которое сидит внутри микрочастиц, вы его не измерите. И нечего даже и пытаться. Ну, формулы-то, и вы туда придете? Ну, формулы-то есть. Значит, тоже будет показание часов. Не все, что написано на формулах, можно измерить. Все равно будет в секундах же, да? Собственное время частицы в секундах же. Ну, собственное время можно. Вот четную переменную можно в секундах. А интересно, в чем вы будете мерить Грассманову переменную? Про Грассманову я не знаю. А она четная, она тоже не в секундах. Это четная перемена. Она просто четная Грассманова. Может, ко времени я относился? Здесь, понимаете, в чем дело? Это как вот на этом уровне, на этом уровне, на микровремени, есть конструкция, которая называется супервременью или собственное время. А то время, которое у нас получается, меряется совершенно обычным образом. Но все это надо определить, тогда чтобы нам было понятно. И тогда разговор был бы более конкретный. Но спасибо, мне понравилось. Спасибо. Вот он просто говорит о том, что на самом деле есть внутренние какие-то времена, которые померить нельзя. Нельзя, но об этом и Юм говорил, и Кант, что там вещь в себе, что мы действительно много... Да вот, кварки, пожалуйста. Ага, вычислить можно. Кварк он даже массу вычисляет, но он же не может кварку видеть в наблюдаемой реальности. Это только Ленин думал. Пощупать можно, значит, материя. Нельзя пощупать, нет материи? А нет. Я думаю, что это не секунда. А что? Я не знаю, в чем мерить элементы алгебры Гассманова. А у него линейки нету, конечно. А к чему-чему? Он же со временем не имеет отношения. Я же показал, что он имеет отношения. Так, ладно, это уже после семинара там останемся. Кто у нас еще выступает? Володь, ну давай. Спускайся, конечно, ты. А вот еще третий докладчик. Кассандров Владимир Силович, Институт гравитации и космологии, РУДН. Я очень рад, что сегодня пришел на доклад. Узнал, чем еще люди, так сказать, занимаются интересным. И, конечно, я в ближайшее время постараюсь посмотреть вывод формулы Барварда, потому что это самое главное. Значит, конструкций-то много, а вот результатов обычно из таких теорий очень мало что получается. И вот здесь вот это, конечно, спектр масс получен. Это вообще, так сказать, очень нетривиальная вещь. И вот как поколение ограничивается тоже, надо подробно посмотреть, конечно. Так что я думаю, если это действительно сделано четко, это работа высочайшего уровня. Я вообще, так сказать, ничего подобного не видел. Вот, теперь, значит, о самой концепции времени немножко. Ну, понимаете, так сказать, вот это супервремя, оно укладывается в целый ряд таких одеологичных конструкций, вот многомерных, прежде всего, времен, да, вот комплексного времени, квадронионного времени, вот дискретного времени, так сказать, вот, да, вот как раз Алексей Круглый здесь занимается тоже этими вещами. Вот, и когда-то я здесь делал доклад к Александру Петровичу, который назывался «Динамика времени», потому что динамика, мы понимаем, так сказать, изменения систем во времени, параметров систем во времени. А вообще говоря, так сказать, вот, природа может быть устроена так, что само время – это есть некая система, которая имеет свою собственную динамику. И более того, вот эта динамика, собственная динамика многомерного времени, она как бы определяет во многом динамику системы. Вот, ну, как понимать это, вот, динамика времени? То есть, если у вас многомерное время, скажем, время на плоскости какой-то, каждая точка этой плоскости, это момент времени, он отвечает состоянию некому системы или, так сказать, условно будем говорить о Вселенной. Состояние Вселенной, значит, это точка на плоскости или, так сказать, на какой-то более общей, так сказать, общей пространстве многомерного времени. Вот, вопрос следующий, значит, следующий момент, какой точкой будет, так сказать, описываться? Понимаете? Вот это вот кривая времени или скачок времени, он должен быть чем-то определен. Чем он определен, мы не знаем. Но вот достаточно, если это по своей внутренней, по своему определению, это может быть очень простая какая-то формула, которая определяет динамику времени, но реально, так сказать, вот для нас, она, по-видимому, выглядит очень сложно. И мы можем единственно, так сказать, во-первых, действительно пройти к статистическому определению хода времени. Вот как... Владимир Владимирович вот развивал, он не представился, вот работа его, это Аристово, вот посмотрите, тоже вот занимается очень давно и успешно. Аристово, вот так и у вас, вот. И с другой стороны, вот это вот, так сказать, такая многомерность и неопределенность с следующего момента, она может лежать в основе как раз и квантовых неопределенностей, вот. Поскольку сама-то система, значит, в зависимости от параметра временного, она может иметь вполне аналитическое и определенное, так сказать, динамику, а вот сам параметр временной, он может испытывать, так сказать, какие-то неопределенности. Вот. Вот это вот, так сказать, теория, одна из возможных, так сказать, тоже таких вот схем для развития этого. Ну, здесь, так сказать, вот берется не гиперкомплексное время, не комплексное время, а берется, так сказать, вот Грассманово расширение времени. Ну, ради бога, так сказать, да, вся физика действительно давно помешалась на этом. Вот. Ничем не хуже, ничем не лучше, так сказать, мы можем гадать, действительно, какая математическая структура лежит в основе всего. Вот. Мне действительно, у меня некая личная эдисинкразия по отношению, так сказать, к этим переменам, поскольку все-таки исключительно алгебраические структуры, они являются вот гиперкомплексными числами, так сказать, типа кватернионов, актанионов, вот, но не Грассманово. Но с точки зрения вот эксперимента, действительно, у нас есть два типа частиц, мы знаем, да, вот, значит, бозоны и фермионы, и Грассманово, так сказать, перемены достаточно хорошо их объединяет, хотя есть и другие очень натуральные способы объединения. Вот. Ну, наверное, я сейчас не буду дальнейшие вещи, так сказать, рассказывать. Спасибо, действительно, очень интересно было. И редкий доклад у нас, я бы сказал, на семинаре такой. Ну да, пожалуйста. У меня ваше замечание о неудовлетворительности изложения в докладе относительно масс частиц. Не то, что неудовлетворительно, а просто не было этого изложения. Ну да, а вот в связи с тем, что в докладе есть утверждение, что время – это, как они, температура, эмержентное явление, так, это феномен, феномен. А феноменология, она всегда поверхностна. Она, суть ее дела, имеет очень мало соприкосновений. Вот прошел сейчас фестиваль «Наука 0+,» по всем возрастам и по всем интересам и направлениям интересующихся. И мы имеем дело с феноменом не существа открытия Менделеева, а с феноменом таблицы Менделеева. Вот прописана везде таблица. А существо, которое в открытии Менделеева, касающейся масс всех элементов, что существенно, вот моя реплика в этом и состоит, не раскрыто, и никто не знает. Нет, ну вот что касается связи времени с температурой, действительно, это много было, значит, работ на эту тему. Кстати говоря, вот они использовали концепцию комплексного времени, вот я забыл это, я вам… Да-да-да, это вполне естественная вещь, и действительно, это связывает и кванту, и теорию, и статистику, но больших, так сказать, вот, насколько следствия, я, насколько понял, у вас эта идея пока еще не дала. Это, как бы, так сказать, пока только тоже на уровне гипотезы. Очень интересная карьера. Владимир Васильевич, я вот хотел спросить, а вот нет ли здесь переклички с вашими идеями, вот этот лаг временной у него между частицами? Ну, конечно. Конечно, а у вас на дубле отразложили и так далее. Конечно. Это наш семинар и ценен, что люди, каждый хорошо понимает свою теорию, а потом, когда люди вместе встречаются, они взаимообогащаются идеями. Я бы советовал вам тоже, вот, работу Владимира Васильевича, посмотреть алгебраические работы, как он там, вот теорему Виета его знаменитую и так далее. Ну, да, нет, ну, теорем Виета – это следствие, так сказать, как раз гипотезы единой мировой линии Уиллера Фейнмана, да, вот, и ее чисто алгебраической реализации без лагранжианов, без дифференциальных уравнений, чисто на уровне алгебры. Потому что вот кинематика, так сказать, у вас, да? Кто записывался, вы, да? У нас было три доплаччика, я время давал. Частицы, лак и так далее. Что? А там есть, так сказать, надежда, что удастся из каких-то единых принципов получить эту динамику. Вот, но ограничений пока вот на количество частиц у меня не возникает, хотя это интересно было бы, если получить такие ограничения. Да, это действительно, так сказать, как бы специально для меня было очень интересно. Как вы надеете? Представляете себе? Абрунский Георгий Давыдович, я очень давно хожу на этот семинар и помню доклад Сазанова, Анатолий Анатольевич, который в точности прозвучал, это было лет, наверное, 20 тому назад, прямая фраза, что мы представляем мир состоящим из точек, а на самом деле мир существует из мировых линий. Он умножил скорость света на... Время умножил на скорость света, получил четвертую координату, построил из понос такой Минковского. У него был такой проявляющийся процесс, который... Вот мы переживаем настоящее, вот это настоящее, он отсекается. В прошлом у него замирало, как бы... Прошлое оставалось навсегда неизменным, у него и... А будущее, как бы, и вот этот проявляющийся процесс катился по миру. У него публикации были, которые можно посмотреть? Да, да, у него публикаций много. Ссылочки можете дать нашему докладчику, чтобы ему польза была какая-то? В материалах доклада есть, в материалах семинара его выступление есть. Фамилия сейчас Сазанов? Сазанов. А Сазанов, да. Очень вас поражают. Да, ну, посмотрю. Спасибо большое. Так, три минуты, и мы завершим, потому что у нас докладчик тоже должен что-то нам сказать на наш комментарий. Спасибо. Вот я по поводу... Повторку говорить. По поводу расширения времени. Значит, вот время там, мы, кстати, вроде как договорились, время – это скорость процесса. Две минуты. Да. Ну, значит, время может и остановиться. Это тоже, так сказать, время находится в покое. А в каком случае время может остановиться? Тогда, когда... И вообще время, оно как бы рождается. Время родилось, и это и есть время. А если это все дальше продолжается с постоянной скоростью, то, кстати, времени нет. Это хорошо видно на нашем примере, когда мы в машине едем или где-нибудь там, так сказать. С постоянной скоростью едем, мы, кстати, теряем, времени нет. Вот. И вот это вот движение процесса с постоянной скоростью как раз и есть вот это вот отсутствие времени. То есть у нас это есть мнимое время, которое с мнимой единицей получается в вашей формуле. То есть это мнимое время, которое, кстати, характеризует процесс. Либо он стоит, либо он остановился, либо движется с постоянной скоростью. Потом он начинает опять двигаться, меняет скорость, появляется время, рождается. Вот, собственно, от этого и половина. Вот это вот время. Я вам советую перечитать статью по Анкаре 2012 года. Он примерно теми же словами говорил, что время вот так может идти. Ну, а, соответственно, вся Вселенная как бы рывками. Ну, она не рывками, нет. Процесс просто, процесс может идти, так сказать, да. Вот-вот-вот. Процесс идет, время есть. Процесса нет, а вот когда из одного состояния в другое перепрыгивает, как квантовая механика. Тогда еще не было квантовой механики. Он в 2012 году предвосхитил постулаты Бора 2013 года вот этими своими рассуждениями, которые вы сейчас говорите. Статью по Анкаре 2012 года найдите, и там это будет очень близко к тому, что вы говорите. Так, все, у нас дискашн закончился, а теперь мы дадим докладчику. У него есть, ну, буквально там минуты две, чтобы как-то откомментировать вот наши нападки на него, биться. Ну, а я хочу от себя уже, я от семинара, значит, тоже сказать, что, конечно, доклад очень интересный, высокого класса, интересный, много чего поднято, много чего сделано и опубликовано. Ему только спасибо сказать, и без слова мы его еще раз пригласим, несмотря на все вот эти наши замечания. Спасибо всем присутствующим, что выслушали меня. Честно говоря, я думал, что вы более серьезные какие-то возражения сделаете. Например? А? Например? Ну, например, возражения, связанные с тем, что, вот, как я понимаю время, дело в том, что я время-то не понимаю. Так вам об этом и сказали, что сформулировать не можете. Я не пытаюсь, так сказать, его, то время, которое... Да это уже все поняли. Да, время, которое там все меряют, это, ну, я его и меряю, я просто показываю, откуда могло бы взяться время. Вот оно могло бы так взяться. Это может все оказаться бредом. Как только мы поймем, что такое время, мы семинар закроем, вы не думайте. Конечно, что там дальше собираться. Я думаю, что ваш семинар будет жить вечно. Вот, вот это другое дело. Потому что на жизни всех поколений никто из вас во времени не разберется. Конечно. Спасибо за внимание. Это нас и объединяет уже 35 лет и 700 заседаний. Конечно. На этом всем спасибо. У нас трансляция кончается. Теперь вот можно, ну, поговорить уже кулуарно.